здравствуйте дорогие друзья с вами Рыжевалова Наталья мы с вами начинаем новый совместный проект весенние цветы можно назвать его весенние цветы 2 потому что в том году мы вышивали нарциссы и тюльпаны и тоже называли этот проект весенние цветы решил сделать вот еще одно небольшое видео чтобы поточнее озвучить все условия потому что все равно некоторые задают вопросы что-то недосказанное не совсем понятно и так совместный проект это не конкурс то есть у нас не будет победителей у нас не будет жюри не будет подарков каких-то то есть мы будем вышивать просто вместе с вами работаем по одним и тем же принтам либо без принта и в итоге я создам презентацию с работами участников и эта презентация выйдет на ю тубе будем стараться сделать это к 8 марта но и как я уже сказал если будут люди которые не успевают мы немножко сроки отодвинем и так что я хотел еще сказать нас прошел цикл мастер-классов где мы вышивали сирень просто на дополнительной ткани и все уже ждали что мы будем вышивать вот этот принт но я так подумал что мы тогда не успеем точно сделать наш совместный проект к 8 марта поэтому вот этот принт мы обязательно вышьем но уже после совместного проекта совместной вышивки поэтому те кто заказали вот именно такой принт вы пока можете делать цветочки вот на этот принт нужно где-то от 80 может быть до 100 или даже больше цветочков хоть здесь сирень и белая я буду делать ее с небольшим оттенком либо немножко в сиреневый либо в розовый поэтому на этом мастер-классе будет очень интересная тренировочка отдельных цветочков и того нижнего слоя который мы тоже будем делать немножко по-другому там тоже будет несколько мастер-классов то есть мы посмотрим и тонировку и как сделать листики и как сделать такие листики как вот здесь как сделать веточки и соответственно как сделать вот такие объемные грозди сирени то есть не переживайте и не расстраивайтесь этот принт мы обязательно с вами вышьем но немножко позже итак давайте теперь еще поподробнее о совместном проекте если в том году мы вышивали одинаковые картины по открыточке то есть у нас были нарциссы и тюльпаны я показывал вот прям непосредственно как я вышиваю эту работу и новички повторяли за мной кто-то делал конечно что-то по-своему мы делали кстати тут и тонировку фона то есть тут не было принта мы делали с чистого листа то есть это было немножко проще в плане вот такой вот организации работы сегодня что у нас будет отличаться то есть во первых я предложила два принта заранее сказала те кто хотели заказали их уже в группе рамы принты ленты низкие цены специально я поинтересовалась у алики она сказала что до заказывали такой принты такой и многие уже получили эти принты то есть они уже есть у вас у тех кто хочет участвовать вы можете вышивать один принт например такой второй не вышивать совсем вы можете вышивать два принта и прислать мне две работы вы можете вышивать вообще без принта то есть вы возьмете с чистого листа и вы шьете но цветы тоже должны быть весенние и там должны присутствовать ну хотя бы часть вот из тех цветов которые мы рассмотрим здесь то есть ландыши лесная фиалка мимоза и печеночница все эти цветы я очень подробно покажу в мастер-классах когда вы делаете свою работу то потом вы присылаете фотографию работы мне в социальных сетях вконтакте и в одноклассниках ссылки на мои странички вот я и в описании к этому видео добавлю и есть они на главной странице на ю тубе в шапочке то есть там в правом углу есть ссылки на социальные страницы там я создаю специальные альбомы работ участников проекта и размещаю туда ваши фотографии что желательно чтобы ваша работа была оформлена в рамочку потому что все таки в рамке работы смотрится лучше если такая ситуация что вы живете где-то в сельской местности у вас там нет вообще рамок и нет багетных мастерских то возможно и работа без рамки то есть вы мне напишите что вот но нет возможности заказать то есть это не должно стать причиной не участвовать совсем если вы делаете работу с чистого листа то вы можете делать ее и на белом фоне можете взять какой-то материал немножко светлого какого-то оттенка кроме того вы можете посмотреть вот тот мастер-класс который был в том году боюсь я просто что она не умещается у меня картина и там мы разбирали очень подробно в первой части тонировочку вот этого фона то есть тут вот есть разводы можно делать как бы вот даже силуэты цветов то есть можете сделать тонировку фона вы можете прислать фотографию работы просто в рамки одну вы можете прислать даже один-два фрагмента более крупные своей работы то есть тут в общем то это будет даже хорошо и в зависимости от того как много будет работ я уже посмотрю вот саму презентацию вставлю я эти фрагменты или нет но во всяком случае в альбомах в социальных сетях все вот эти ваши фотографии они будут если вы не хотите участвовать в проекте а просто хотите смотреть вот эти мастер-классы тоже будут отличие например вот мы начнем вот с этого принта здесь будут у нас ландыши будут у нас фиалки и в отличие от того мастер-класса где я показывала прям конкретно вот как я вышиваю каждый цветок в этих мастер-классах я покажу разные способы вышивки ландыша то есть используя французский узелок используя бисер используя помпончики такие ватные пушистые то есть разные способы вышивки цветов разные способы как сделать листья с помощью аппликации или с помощью вышивки и так далее и так далее то есть в этом году будет как бы более широкая такая тематика и разные способы тоже то есть буду использовать дополнительную ткань и буду показывать разные способы а вы уже выбираете тот который вам нравится больше поэтому если кто-то включил этот мастер-класс допустим через месяц или через год когда уже наш совместный проект закончился то это будет просто полноценный мастер-класс по вышивке ландышей например по вышивке лесных фиалок по вышивке мимозы по вышивке печеночницы то есть будут рассмотрены и разные варианты и варианты расположения цветочков и варианты как можно сделать листики как можно сделать тычинки и так далее то есть я думаю это будет более интересным тем зрителям которые но по каким-то причинам не смогут или не захотят участвовать в этом проекте итак мы с вами начинаем если что-то непонятно вас не стесняйтесь пишите и можно в комментариях к видео спрашивается можно в социальных сетях спрашивать потому что я знаю что многие те кто на ю тубе смотрят меня они в социальных сетях тоже у меня есть в друзьях я добавляю всех кто занимается вышивкой то есть не стесняйтесь и спрашивайте и так вот следующий мастер-класс уже начнется буквально на днях и мы начнем с вами с ландыши потому что ландыши находится на заднем плане в основном вот тут вот некоторые выходят и вперед но все равно начинать нужно с них то есть ландыши мы посмотрим тоже очень подробно можете уже подготовить ленточки то есть тут нужны ленты и белые 3 миллиметра и 6 миллиметров покажу вот и с помощью бусинок то есть если хотите бусинки готовите если нет то французские узелки будем делать из ленты или использовать помпончики покажу что это такое очень интересно мне они нравятся еще как основа для бутонов то есть много нового вы узнаете стебелечки можно делать как ниточками и рис так ниточками мулине либо совсем тоненькими узенькими ленточками для листиков можно использовать ленту 38 миллиметров либо 5 сантиметров тоже посмотрим разные способы и так до встречи в первой части нашего совместного проекта по вышивке весенних цветов желаю всем удачи приглашаю вас участвовать в этом проекте всем до свидания с вами была разжевала наталья до встречи в следующей серии в следующей серии